Обратим теперь внимание на некоторые особенности, связанные с окончаниями у прилагательных. Мы уже с вами столкнулись с таким прилагательным на «к», которое должно дать окончание «к». Посмотрите внимательно, в плюрале «дель аджетиве ин» – «ка», «га», «ко», «го», «ио», «ия». Итак, некоторые прилагательные, которые имеют вот такие окончания «к», 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 «го», «мужской и женский род», «ио», «ия», «мужской и женский род, имеют некоторые особенности в образовании множественного числа. Взгляните внимательно на табличку. Итак, если окончание «к» во множественном числе приобретает вот такой вид с появлением «а-ка», «ке», почему? По фонетическим законам, раз вместо «а» появляется «э», а «э» меняет чтение согласного «чи», мы должны что-то сделать, чтобы сохранить это чтение как «к». И для этого мы ставим «а-ка», поэтому «симпатика» и «симпати-ке». Если бы убрали «а-ка», осталось бы «симпати-че», и это было бы неверно. То же самое с «га», «га-ге», например, «лар-га», «лар-ге». Если бы убрали «а-ка», было бы «лар-де». Чтобы сохранить чтение «г», мы ставим «а-ка», согласно «а-ка», которая не читается, но играет свою роль в фонетических целях, употребляет. Еще сочетание. В некоторых случаях у прилагательных мужского рода на «ко» окончание становится «чи». «О» меняется на «и», получается «чи». Но в некоторых случаях, и таких прилагательных немного, но они есть, их надо отдельно отбирать и запоминать. Окончание будет «ки», то есть появится «ака». Например, «симпати-ку» даст «симпати-чи», «стан-ко» даст «стан-ки». Вот такая особенность. Эти прилагательные нужно запоминать. Еще раз повторю. И еще одна особенность прилагательные на «го». Приобретут «ак-ка» во множественном числе перед «и». На «го-о» это мужской род, соответственно, будет окончание «и». А только запоминать, по-другому не отличишь. Да, нет, совершенно верно, только запоминать. «Го-ги», «лун-го», «лун-ги». «Лун-го», «лун-ги» появилась «ака», и мы читаем как «г». Посмотрите, можно, конечно, в некоторых случаях отличать по ударению, но только в некоторых случаях. Вот я вам привожу прилагательные, например, «стан-ко». Это парола «пьяна». Что значит «парола пьяна» – это значит, что ударение падает на второй слог от конца. Такие прилагательные чаще, подчеркиваю, чаще всего, приобретают «ака». И мы «стан-ко» во множественном числе произносим «стан-ки». Это вот, Анит, как подсказка, кстати. «Симпатико» – «парола сдручула», значит, ударение падает на третий слог от конца. И в таких прилагательных чаще всего ставится «и» без «ака». «Симпатичи». Ну, смотрите, «карико» уже у первой группы исключение. «Карико» – «карике». «Нагруженный» – «нагруженные», «загруженные». «Глауко» – «глауки». «Сине-зелёные» – «сине-зелёные». «Рауко» – «рауки». «Хриплые» – «хриплые». То есть за абсолютное правило вот этот случай принимать нельзя. Частотность просто большая, а так не абсолютное правило. Но, тем не менее, опираться на вот такие особенности ударения всё-таки можно. Итак, запомнили. Особенности чтения окончаний на «ка», «га», «ко», «го» и «ио», «я». Субтитры создавал DimaTorzok